Плодотворный труд и здоровый образ жизни. Таких установок придерживается всю свою жизнь ветеран войны и труда Зайнудин Зайналов. На днях он отметил свое 96-летие. Но несмотря на довольно солидный возраст, он бодр и полон сил. О жизнелюбии Аксакала Гунипского района в сюжете по темат Ханаповой. Он пережил войну, своих детей и многих товарищей. За свои 96 лет Зайнудин преодолел немало трудностей. Но несмотря ни на что, ветеран войны и труда не перестает верить в добро и дарить его людям, животным, природе. Вот и с котами у него доброжелательные отношения. Они радуют его простым своим присутствием. Он, в свою очередь, гладит, кормит и помнит даже тех, кто давным-давно ушли из жизни. Было у меня два кота. Один вот недавно умер. Долгую жизнь прожил целых 30 лет. Другой сразу же после его смерти начал болеть. Вызвал ветеринара. А он говорит, бешенство у твоего питомца. Надо пройти лечение. Вот и от любви к нему неделю возил его к ветеринару. Вылечил. Любая потеря ощущается с болью в сердце, но горечь утраты со временем уходит, говорит Аксакал. Только смерти детей это не касается. Признается, хоронить их самое тяжелое, что пришлось ему пережить. Молодой сын погиб в армии, а вскоре потерял и двух дочерей. Написал сам заявление и ушел служить в армию. Нам, семье, ничего не сказал. Вот так его и убили. По потере кормильца выплачивали мне пенсию в размере 7 тысяч. Отказался. Хотел побыстрее забыть о горе. Все равно не удается. До сих пор зол на него, что ушел вот так в армию. 72 года. Трудовой стаж Зайнудина. За его спиной около 50 государственных наград. Работал журналистом, учителем родного языка, занимался общественной деятельностью. Последнюю называет главным содержанием своей жизни, активности которой ему не хватает даже сейчас. Он по сей день очень любознательный человек. Каждую пятницу он с нетерпением прямо ждет, подчерлен, что пока ему принесут эти газеты, он будет их штудировать, он будет просматривать, он будет все перечитывать внимательнейшим образом. У него один глаз он и не видит, у него второй глаз тоже слабый, ему сказали не напрягать зрение доктора. Но все равно этот человек не может без этого. Гостям и собеседникам Максакал всегда рад. Встречает он их на природе, в этой беседке. Чтобы не скучать, пишет Зайнудин до сих пор стихи, журналистские статьи и публикует их в местной газете. Он очень хороший собеседник. Несмотря на свой преклонный возраст, у него хорошая, я бы даже сказала, отличная память. Он о своем прошлом может рассказать, как будто с ним это происходило вчера. Это сейчас он опирается на клюку, а в далеком 43-м, будучи совсем юным, добровольно ушел в специальный батальон Гунипского района. Направлен он был против диверсионных групп. О работе этого отряда тогда никому ничего не было известно. Не знал никто и о участии в нем Зайнудина, даже члены семьи. Защищали родину от бандитов, воров и дезертиров. Работать приходилось очень в трудных условиях. Спали в верхней одежде, так как могли в любую минуту отправиться в поход. Особенно трудно бывало зимой. Приходилось идти пешком с оружием и продуктами на руках. Бандиты и шпионы могли быть в любом месте, отчего и требовалось быть всегда на чеку. У ветерана много фотоальбомов. Среди этой экипы есть у него и избранный. В нем он хранит снипки самые сердцу дорогие. Фотографии – это память для Зайнудина о пройденном пути, для остальных о нем, как о честном, добром и справедливом труженике. Патимат Ханапова, Гальджи Магомедов, телеканал ННТ, Новости 24, Кунипский район.